Сфотографируй меня, пожалуйста. Организаторы фестиваля постарались, чтобы зритель мог окунуться в атмосферу театра еще до того, как начнется спектакль. А потому оборудовали вот такие красивые тематические фотозоны. А еще организовали небольшое представление. Пойдемте посмотрим. И чему же посвятить постановку, как не его величеству, актеру? ПЕСНЯ Театральный фестиваль в Белгороде – событие любимое и долгожданное. А потому его открытие – праздник, на котором можно встретить и гусара с девицей, и маску на ходулях. А еще заранее напитаться озорной энергией молодых актеров театра на Фонтанке. Пролог к спектаклю «Обыкновенные чудики» по рассказам Василия Шукшина состоит из песен «Земфиры», «Групп звери», «Бедва», «Несчастный случай» и других. ПЕСНЯ Тем самым режиссер спектакля и художественный руководитель Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак дает возможность зрителю плавно, через музыку, перейти в атмосферу рассказов Шукшина. ПЕСНЯ А потому шукшинские герои такие настоящие, отчаянные и горячие в своей бесшабашной любви к жизни. Нескупящиеся на чувства способны пробудить в нас ответный душевный порыв, поделиться подлинной мудростью, которая может восполнить в нас тоску по чистоте взгляда на мир и непредвзятости суждений о нем. А еще они наполнены особой энергией, которую так искренне передают молодые актеры. Смотри, поймаю, поставлю влечь в право! Я прям пойду! Прям пойду влечь в право! ПЕСНЯ ПЕСНЯ Это же бывшие студенты, да? То есть они же еще пока сначала не оперившиеся, вот только пробующие их актерские работы. Вот они, знаете, молодежь всегда растет быстрее, чем старики, понимаете? Вот им есть куда расти. И есть чем удивлять, а это как раз то, что нужно для постановки шукшина. Они должны быть молодежными, эти спектакли, потому что в молодых есть еще тот задор замечательный, который, к сожалению, проходит со временем, и тогда уже все воспринимается иначе. От рассказов шукшина к бессмертной классике Гоголя. День второй на сцене хозяева фестиваля. Ревизор в исполнении Белгородского академического театра имени Щепкина. К нам едет ревизор. Как? Ревизор. Ревизор. Из Петербурга. И когни-то. Еще с секретным предписанием. Знаменитая, нестареющая, вечно современная комедия Николая Васильевича Гоголя. Поставил ее народный артист России, режиссер Борис Морозов. Творческий коллектив спектакля следует духу автора, его уникальному сатирическому слову. Ревизор — это искрометный юмор и ансамбль лучших белгородских артистов. Спектакль принимал участие в международном фестивале театральном у Троицы. И этот спектакль произвел на всех нас глубокое впечатление. Он получил две награды там. Исполнитель роли Городничева. Посмотрев в июне это было, и посмотрев сейчас, я вижу, как много еще артист набирает. А значит, постановка сможет долго радовать зрителя, дарить ему хорошее настроение и заставлять задуматься о том, насколько современны пороки, описанные Гоголем. 12-й фестиваль актера России Михаилу Щепкину остается верен своим традициям, несмотря ни на что. А потому вновь собирает театры со всей страны. Духовная безопасность не менее важна, чем безопасность физическая. И вот эти фестивали, они действительно такие фестивали с историей, с сильными театральными труппами, с сильными сюжетами. Они говорят о том, что красота культуры, она спасет мир. Все спектакли говорят о человеке, о его душе. Как ему выжить, как ему сориентироваться в мире, как не потерять себя, свой дух, свою человечность. Мы сейчас все так напряжены, а здесь позволяет отвлечься, расслабиться и насладиться искусством. Здесь вот пришел сюда, и все-таки отключаешься, погружаешься вот в это прекрасное, вечное, и как-то немножко повеселее становится на душе опять. Жизнь идет, и мы должны уделять время искусству. Мы должны жить и верить в то, что добро, красота спасет мир. Наталья Давыдова, Виталий Петренко. Такой день на мире Белогорье. Спасибо. Спасибо. Спасибо.